Привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, сколько моя солнечная электростанция без инвертора и АКБ выработала электроэнергии за сентябрь месяц. Итак, идем смотреть. Итак, вот я возле своей щитовой, своей солнечной электростанции. Вот это все, что вы видите, это вся моя солнечная электростанция. Ну, кроме нагрузки и панелей. То, что между панелями и нагрузкой. Больше у меня ничего нет. Два ваттметра на два поля, два автомата и такой вот простенький контроллер. Всю нагрузку я еще не подключил, 8 киловатт. Только там делаю-делаю там химичу, соединяю. Вот это все, размещаю эти ТЭНы. Я их показывал уже в прошлом видео. Итак, смотрим, что же у нас выработало за сентябрь месяц. Трекер, тот, что за домом. О, это левый нижний угол, 179, ну, почти 180 киловатт-часов. Сейчас, кстати, первое, первое октября. Вот, вот такие вот показатели. Ну, почти 180 киловатт-часов. Так, поле на крыше. Тоже левый нижний угол, 166 киловатт-часов. Вот, выработало у меня за сентябрь месяц. Видите, сейчас у меня немного напряжение завышено, потому что у сейчас мало нагрузки подключено. Вот, к моей солнечной электростанции. Массивно, ну, 4 плюс, 4 киловатта на трекере, 4 киловатта на крыше. Вот, 8 киловатт, а нагрузки сейчас у меня даже меньше 4 киловатт подключено. Поэтому такое напряжение завышено. Ну, когда я добавлю нагрузку, все, поподключаю. Вот, будет максимум изыматься от этой солнечной электростанции массива. Ой, напряжение где-то будет так, ну, 190, 180, 200. Вот, примерно 210. Вот, в таких вот пределах я так смотрел. Наблюдал за напряжением. Вот, примерно, вот это самое так. Ниже уже, как бы, потери. Ниже 180-170 уже там, ну, есть потери уже. Как бы, недобор. И выше 220, выше 220, там тоже недобор. Ну, вот, примерно, в таких вот пределах надо держать напряжение. И оно будет получаться нормально. И так получается, сколько? Я тут уже забыл. Так, 166 киловатт-часов плюс... плюс 179, ну, почти 180, если округлить там, это получается 300, 330, ну, почти 350 киловатт-часов. Почти 350 киловатт-часов у меня за сентябрь месяц. Пошло в бойлер. Меньшая часть. На электроплитку, приготовку, готовку пищи тоже меньшая часть. А в основном, это все киловаттики ушли... Большая часть на отопление моего домика. Вот, на отопление. 350 киловатт-часов, я вам скажу, для сентября месяца. Хотя, он такой довольно холодный какой-то оказался. Вот, как бы это и неплохо. Я еще никакое отопление и не пользовался. Как бы хватает вот этой вот мощности. А если я добавлю еще нагрузки, чтобы загрузить по полной свои поля, то и, я думаю, даже на октябрь я рассчитываю даже больше получить, чем 350 киловатт-часов энергии в отоплении. Ну, в основном, в отоплении. Вот, так, обнуляем наши ватт-метры. Так, это я ампер-часы обнулил сейчас. А обнулю киловатт-часы. Это три раза, по-моему. О, киловатт-часы. Вот это вот. Все. Киловатт-часов 0,0. Так, тут тоже обнуляем. О, все. Ампер-часы мне не надо, но я их тоже обнулил. Все, у меня по нулям. Начался отсчет октября месяца. Вот, на днях буквально добавлю еще нагрузочки ему, киловатт-ика 4. Вот, чтобы уже полностью нагрузить свои поля и посмотрим, сколько в конце месяца, в конце октября выдаст мои два поля по 4 киловатта на отопление моего домика. Ну, все. Вроде бы, все понятно рассказал. Что непонятно, пишите в комментариях. Кто первый раз зашел на мой канал, смотрите. Там я оставлю ссылки на плейлисты. У меня там на солнечную электростанцию без инвертора ЭКБ, тепловой насос самодельный, солнечный коллектор, ветряк, энергосбережение. Там у меня все есть. Все смотрите. Все пока. До следующих видео. Продолжение следует.